Добро пожаловать в вашу любимую рубрику «Задай любой вопрос безрукому пацану в интернете». Сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задавали мне в сообществе и в моем телеграм-канале. Вы узнаете, могу ли я водить автомобиль, как я играю в компьютерные игры и занимаюсь ли я инструкцией. Простите. Меня зовут Костя, вы на канале Бионическая Россия. Погнали! Думал ли ты совершить серьезное преступление, беря в учет то, что тебя с большой вероятностью не раскрыли бы из-за отсутствия отпечатков? Единственное преступление, в котором меня можно обвинить, это кража сердечек моих подписчиков. Хорошо, что за это пока не сажают. Пока. Как и любой русский человек, я не зарекаюсь и не исключаю того, что когда-нибудь придется оказаться за решеткой. Благо, что государство к этому готовится. Не так давно СИЗО Лефортова оборудовали пандусом и в СИЗО-4 подготовили специальную камеру для незрячего инвалида. Вот так инклюзивность шагает по стране и заходит к нам оттуда, откуда мы и не ждали. Если тебя арестовали, то как бы надевали наручники? Знаете, у меня уже было несколько экспериментов с наручниками. Вот фото. Это не то фото. Нет никакого смысла надевать мне наручники на протезы, потому что протезы не прикреплены к телу, их легко снять. Поэтому если у человека нет рук, то нужно надевать ему наручники на ноги. А если у него еще нет ног, то вы ничего не сможете сделать. Этот человек неудержим. Во снах у тебя руки или культи? В первые годы после ампутации мне всегда снялись сны, в которых у меня есть руки. И с одной стороны это классно, потому что у тебя есть руки хотя бы во сне, и во сне протезы не нужны. Но потом ты просыпаешься и такой... Жаль. Очень часто мне снятся сны, в которых у меня нет рук, но что-то происходит такое, благодаря чему у меня вдруг появляются руки. Иногда они могут понемножечку отрастать. Как-то мне приснился сон, что у меня очень маленькие ладошки появились, знаете, как у младенца. Как будто я регенерирую как ящерка, отращиваю себе сначала очень маленькие ручки, и потом они становятся большими. Часто снятся сны, когда я играю на гитаре, и мне всегда тоже обидно просыпаться в этот момент и осознавать, что на гитаре я не поиграю. Ну, это, конечно, печаль. Тебе собачек и кошечек удобно гладить? Им вообще как больше нравится, когда их гладят протезами или культями? Собачек и кошечек гладить неудобно. В основном собаки и кошки очень удивлены, что к ним тянутся не привычной им ладошкой, а чем-то им очень сильно непривычным. Конечно, все сильно зависит от характера животного. Кто-то реагирует более спокойно, кто-то, наоборот, в ужасе от этого. Нет смысла гладить кого-то протезами, потому что протезы довольно твердые, и это неприятно ни тому, кого я глажу, ни мне, потому что я не чувствую, когда я глажу что-то протезами. Поэтому, наверное, животных-то все-таки удобнее гладить культями. Как ты относишься к официальным государственным фейерверкам? Я этого не понимаю, мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно, за других сказать не могу. А если серьезно, то странно, что в наше время люди продолжают радоваться, когда у них над головами что-то взрывается. Салюты плохо влияют на животных, сокращают популяции птиц, и мы сами за это платим из бюджета. И стоят они дорого. Мне кажется, уже настало время для каких-то более технологичных развлечений для народных масс. Существует видеомэппинг, шоу дронов и так далее. Я думаю, существуют куда более экологичные и безопасные способы повеселиться. Осталась ли у тебя привычка протягивать руку при приветствии? Если на мне сейчас протез с пальцами, а не клешня, которую не совсем понятно, как пожимать, то я всегда протягиваю руку для приветствия. Особенно с незнакомыми людьми это интересный такой момент, потому что человек всегда удивляется. Уже возникает какой-то повод для общения и для какой-то беседы, потому что вау, там, ничего себе, я никогда не пожимал протез и так далее. То есть это сразу как-то располагает, возможно, людей ко мне, и вообще нам сразу есть о чем поговорить. Уступают ли места в общественном транспорте? Я всегда себе представляю такую ситуацию. Заходим, значит, в автобус я, пожилой человек, человек с ребенком и беременная женщина. И у нас одно свободное место. Что дальше? На коменцы? На самом деле, конечно, я не считаю, что моя инвалидность дает мне какую-то преференцию для того, чтобы занимать сидячие места. Я особенно никогда не стремлюсь. Мне кажется, что всегда в автобусе есть человек, которому нужнее быть в сидячем положении, чем мне, поэтому я обычно еду стоя. Мне интересно узнать, в достатке ли ты? Человеку без рук будет сложно найти работу, даже не связанную с рукоделием. И хоть ты и довольно известный ютубер или блогер, но я не уверен, что тебе так охотно донатят. Действительно, донаты мне не приносят много. Кстати, в ваших силах это исправить. Ссылки на бусти, номер карты и номер криптокошельков в описании. В основном же я зарабатываю благодаря рекламе. Я очень рад, что мой ютуб канал растет и у меня покупают рекламу, потому что еще совсем недавно я искал работу. Когда в 22 году заблокировали инстаграм, который приносил мне тогда основной доход, я в панике решил войти в IT и начал самостоятельно учиться на тестировщика. Но буквально через пару недель у меня закипел мозг и я отказался от этой идеи. Направление IT перспективно и это факт. И если вы хотите себя в этом попробовать, то не повторяйте моих ошибок, а сразу идите учиться к тем, кто сам проходил весь этот путь и на своем опыте знает всю подноготную IT-сферы. Например, стать крутым айтишником можно в онлайн-школе Карпов Курсис. Я рекомендую обратить внимание на профессию ML-инженера. Во-первых, это интересно. Эти спецы создают искусственный интеллект и обучают нейронные сети, которые сейчас используются повсюду. Ну а во-вторых, профессия перспективная и спрос на таких специалистов высокий. На курсе StartML от Карпов Курсис вас этому научат с нуля за 7 месяцев. Учиться можно по удобному графику, а преподавать вам будут действующие специалисты. Вы не только получите все необходимые знания, но и отработаете их на практических задачах. К конце обучения авторы курса поделятся своим опытом трудоустройства и разберут задачи, которые часто встречаются на собеседованиях. А на карьерных консультациях вы составите сильное резюме и дойдете до оффера. Все это входит в программу курса. Переходи по ссылке в описании и подавай заявку на курс. По промокоду BIONIC получи скидку 5% и становись ML-инженером с нуля вместе с Карпов Курсис. Привет! Всегда были вопросы, как ты печатаешь текст на клавиатуре, как происходит создание контента, ты сам монтируешь за компьютером, трудно ли вообще пользоваться клавиатурой и мышкой. Давайте я покажу, как выглядит мой сетап. За компьютером я сижу без протезов, это намного удобнее. Ты чувствуешь нажатие клавиш, ты меньше допускаешь какие-то ложные нажатия и так далее. При работе на компьютере без рук больше всего раздражают горячие клавиши. В некоторых программах для выполнения какого-либо действия нужно одновременно нажать 3 или иногда даже 4 клавиши, а мне сложно зажать одновременно больше двух. Вместо мышки у меня трекбол. Это такое устройство, которое, по сути, перевернутое верх ногами мышка компьютерная с шариком. Знаете, были такие раньше. Монтирую видео я сам, снимаю я сам. Мне очень нравится монтировать, очень вообще нравится все, что связано со съемками, ставить свет, кадр. Я это обожаю. Естественно, не очень удобно таскать стойки, крутить вот эти многочисленные крепления и все это крутить на штативах и нажимать на маленькие кнопочки на камере и протезами и культями. Это делать не очень удобно, но в целом возможно и можно это делать без проблем, если у тебя есть такое желание. Пришло много вопросов про компьютерные игры и вообще играю ли я в комп. Если ответить коротко, то чуть-чуть. Сейчас я играю при помощи геймпада, играю редко. Играю только в игры с несложным управлением, поэтому в основном это всякие аркады. Существует очень много игр, в которые я хотел бы поиграть. Например, Red Dead Redemption 2. Я даже в GTA V не играл. То есть есть пробелы, которые я был бы счастлив восполнить, но я так и не придумал, какой бы сетап был бы для меня удобнее. Скажу сейчас заезженную пошлую фразу, но действительно нет ничего невозможного. И даже без рук можно играть в компьютер. И наверняка вы видели много примеров этому в интернете. Есть блогер, кстати, мой земляк, который стримит Counter-Strike. У него нет рук по плечи и он достаточно хорошо играет. Есть какой-то китаец, который дуя в трубочки, потому что он парализован, у него контроллер сделан в виде вот такого джойстика с трубочками. И дуя в эти трубочки он прошел Elden Ring. Существует куча примеров, где люди даже в самых сложных ситуациях умудряются как-то приноровиться и создать себе сетап более-менее удобный. Я пока свой сетап не придумал. Играть просто на клавиатуре, V, A, S, D, вот это вот кнопки нажимать и мышка в виде трекбола, это неудобно. То есть я, может быть, конечно, можно потратить несколько лет и даже к этому приноровиться, но мне не хочется. Мне не хочется очень много лет играть очень плохо. Перед этим я не так сильно заряжен. Вообще существуют адаптивные контроллеры для консолей, специально для людей с инвалидностью, от Sony и от Microsoft есть. То есть ты можешь собрать себе странный такой джойстик и со штуками для ног, и со штуками, там, какими угодно штуками, кнопками в любое место себе подложи, хоть на попу прыгай там и нажимай, что угодно можно сделать. И это удобно, надо, наверное, что-то такое изучить, у меня просто нет времени на это, если честно. Но если у кого-то есть какие-то идеи на этот счет, вообще пишите в комментариях, я рассмотрю любые варианты, когда-нибудь я доберусь до игр и буду играть в сласть. Ты показывал жуткие рентгены после взрывных травм, но там часто можно было сохранить хоть часть кисти. Поэтому у меня вопрос, не действовали ли врачи, как было проще сделать операцию, вместо того, чтобы бороться по максимуму? Я видел, как выглядели мои руки после того, как в них взорвались два пиротехнических фонтана. Это было просто кровавое месиво, ладоней там не было, было пару пальцев не в тех местах, где они должны были быть. Приятного аппетита всем, кто любит кушать под YouTube. Поэтому я считаю, что врачи сделали хорошую работу. Например, если бы врачи очень сильно хотели бы сохранить в ней лучезапясный сустав, то это бы привело к тому, что у меня были бы очень длинные культи, а это дополнительная сложность при протезировании. У частей протеза тоже есть своя длина, и если у человека очень длинные культи, то у него будут по итогу очень длинные руки, которым будет сложно оперировать и там нормально себя кормить. Поэтому мои культи идеальны для протезирования. Вот, посмотрите, это ли не идеально. Можно ли с протезами водить машину, кататься на велике, самокате? На велике ездить можно, особенно если у него ножны тормоза, а не на руле. Потому что если тормоз на руле, то ты не можешь одновременно протезами и держать руль, и еще одновременно тянуть на себя вот этот вот рычажок. Именно поэтому я не езжу на самокате, потому что тормозить у меня вряд ли нормально получится, а жизнь дороже. Что касается вождения автомобиля, то тут все сложнее. Физически водить автомобиль я могу без проблем. Особенно если речь про автоматическую коробку передач. На руль просто можно поставить дополнительное устройство, то есть с этим проблем нет. И люди с моей ампутацией, и люди с более тяжелой формой инвалидности водят автомобили прекрасно во многих странах мира, в США, в Великобритании, в Канаде. Но в соответствии с текущим российским законодательством я не имею права быть допущенным к управлению автомобилем, и это реально дискриминация моих прав, и об этом стоит сделать отдельный ролик, я обязательно его сделаю. До ампутации ты был правшой или левшой? Правшой я был, правшой я и остался. Мне до сих пор проще, удобнее что-то делать правым протезом. Почему до сих пор не приобрел протез с бензопилой? Да, отсылка. На самом деле протез с пилой у меня уже был. Несколько лет назад ко мне обратились ребята с канала «Дважды два» и предложили сделать угарную пародию на зловещих мертвецов, и мы это сделали, получилось весело. Были ли у тебя в жизни моменты, когда ты радовался, что лишился рук? Такие моменты были. Последний был в сентябре 22-го года, когда объявили мобилизацию. Я получил вот такое вот сообщение от мамы. Ноги без руки и учатся делать бытовые вещи ногами, особенно те, у кого ампутация выше локтя. Насколько ты полагаешься на альтернативное использование ног и знаком ли лично с теми, у кого ноги – это теперь вторые руки? Я подписан в Нильзограмме на Дениса Кравченко. Это уникальный человек, который с детства живет без рук, и он делает ногами все виды отделочных работ, ремонта. Это самый ногастый человек, которого я видел в жизни своей. И таких людей много на самом деле. Много людей, которые обычно с детства остаются без рук, и если они начинают тренироваться, то ногами можно делать просто какие-то фантастические вещи. Я знаю гитаристов, которые играют ногами, барабанщиков, пианистов. Если у тебя есть очень сильная мотивация что-либо сделать, то даже отсутствие верхних конечностей вас в этом не остановит. «Ощущаешь ли ты фантомно свои руки и пальцы? Если да, чувствуешь ли ты, как шевелишь ими?» Фантомные руки я ощущаю. Я действительно живу с таким ощущением, как будто руки у меня есть. То есть если я закрываю глаза, мне кажется, что руки у меня на месте. Я могу пошевелить любым пальцем руки, я могу согнуть руку в запястье и так далее. Нервы, которые отвечают за это в предплечье, они остались, они функционируют. И я думаю, что протезы будущего как раз и будут использовать вот эти вот самые нервы для того, чтобы протезами можно было более интуитивно управлять, а не то, как это реализовано сейчас. Если вы не знаете, как бионические протезы работают, то посмотрите видео вот где-то тут. Что касается фантомной боли, то это такой синдром, когда ты чувствуешь боль вот в этой вот фантомной своей конечности, в конечности, которая отсутствует. Эту боль нельзя снять никаким обезболивающим, потому что болит то, чего нет. И с этим сталкиваются многие люди с ампутацией, но мне повезло, у меня фантомных болей нет. Вообще фантомные боли, их причины слабо изучены наукой. Я слышал, что часто фантомная боль появляется у человека, если перед ампутацией у человека очень сильно болело. Конечность, например, была гангрена, там обморожение, какие-то другие заболевания. А если произошел быстрый какой-то травматичный отрыв, то вероятность фантомной боли ниже. Насколько это правда, я не знаю, но в моем случае это так. У меня руки оторвало, и у меня фантомные руки не болят. Тебе нужно в минус 30 протезы отогревать как машину? Можно сказать, что да, потому что протезы в мороз работают плохо. Вообще они не должны даже работать в мороз, и все производители говорят, максимум минус 5 градусов по Цельсию ниже. Протез вообще не должен работать, это не его рабочая температура. Поэтому если вы живете в месте, где есть зима, то это уже ваши проблемы. И как я понимаю, это действительно проблема, потому что все мои протезы, если ломаются, то ломаются зимой. И в этом году у меня тоже, кстати, произошла поломка, и тоже зимой. Поэтому, видимо, это действительно влияет отрицательно. Ну и плюс аккумулятор быстрее садится зимой, и протезы меньше работают. Там дубеет вот эта косметическая перчатка на протезах, и проблем много. Сколько у тебя всего протезов, и планируешь ли ты их продавать? В этом году исполняется 10 лет, как я живу без рук, своеобразный юбилей. Поэтому протезов у меня за эти годы накопилось очень и очень много. И это очень здорово, что мне так повезло, что у меня так много протезов. Потому что протезы расширяют возможности человека с ампутацией, и чем больше у тебя их есть, тем лучше. Было много вопросов о том, как общаться с людьми с инвалидностью, как реагировать, чтобы их не обидеть и так далее. Ответ у меня всегда один. Общайтесь с людьми с инвалидностью ровно так же, как вы бы общались с любым другим человеком. Будьте вежливы, приветливы и уважайте личные границы. Если вам кажется, что человеку с инвалидностью нужна помощь, нормально перед тем, как ее оказывать, спросить у человека, а действительно ли она ему нужна. И если нужна, то как именно ее лучше оказать. И нет никакого рецепта, как сделать так, чтобы человек на вас не обиделся в какой-то ситуации. Потому что человек с инвалидностью может быть на любой стадии принятия своей травмы. Может быть, он отрицает вообще, что у него есть проблемы и хочет, чтобы никто максимально не заметил, что у него есть какая-то такая особенность. И когда вы подойдете и предложите ему помощь, то вы вызовете у него агрессию. И вы ничего не сможете с этим сделать, вы не застрахованы ни от чего. Поэтому в своих границах действуйте, просто будьте хорошими людьми, а уж дальше как пойдет. Также был вопрос, как люди в общественных местах реагируют, когда видят меня. Вообще люди с инвалидностью в общественных местах в России до сих пор еще редкость, поэтому, естественно, я вызываю любопытные взгляды. Я помню летом, как обычно, в футболке зашел в магазин, и там меня увидел мальчик лет 6-7. Он был поражен. Он ходил за мной с открытым ртом, но когда я на него смотрел, он отворачивался и делал вид, что он не смотрит, и ждал, пока я отвернусь опять, и опять начинал пристально меня изучать. И в этот момент я подумал, вот, вот она подходящая ситуация для того, чтобы как-то попробовать покоммуницировать с людьми. И в следующий раз, когда он на меня посмотрел, я вот протянул к нему руки, открыл протезы, и мальчик в ужасе просто убежал. У меня был дружеский посыл, типа, вот, посмотри, можно потрогать, можно посмотреть. Вспоминая об этом, я понимаю, что я неправильно поступил сам. Нужно быть как-то более аккуратным во взаимодействии с чужими детьми. Этот ролик теперь забанят, а меня посадят вот за это, видимо. Потому что какое-то мое неловкое действие, и у ребенка психотравма, а потом он еще вырастет в любителя людей с культями, и будет девушкам с ампутацией писать в интернете всякие гадости. У меня, кстати, про таких ребят есть ролик отдельный. Посмотрите. Поэтому да, мне даны культи, и надо распоряжаться ими с умом. Чем больше у человека культей, тем больше и ответственность. Есть ли возможность писать ручкой с протезами? Такая возможность есть. Как-то я выкладывал свой почерк до и после, он в целом изменился не сильно, но, конечно, из-за того, что отсутствует мелкая моторика, и прям пальцами я не могу двигать, я пишу, как бы, двигая руку в локте. Из-за этого, ну, как бы, буквы получаются больше, и, ну, писать мелко мне тяжело. А купилась ли та реклама, наклеенная на протезы? В прошлом году у меня, наконец-таки, дошли руки начать продавать рекламу на протезах, потому что, посудите сами, за мной следит много людей, у меня есть много пространства на моих протезах, почему бы и не начать его монетизировать? Поэтому, если вы хотите что-то прорекламировать на мне, пишите, все ссылки в описании. Какие есть протезы для спорта, и существуют ли они вообще? Протезы для спорта бывают самые разнообразные. Лично у меня есть две пары протезов для спортзала, а сейчас я хочу сделать себе протезы для баскетбола, которые позволят мне удобно кидать мяч. Я всегда любил баскетбол, а теперь я еще стал амбассадором проекта «Тихий баскетбол». Этот проект развивает баскетбол 3х3 среди людей на колясках, а также слабослышащих игроков и игроков с интеллектуальными нарушениями. Поэтому, если у вас или у кого-то из ваших близких инвалидность, то пишите ребятам из проекта «Тихий баскетбол», они подскажут, есть ли в вашем городе команда, или как ее можно создать. А все остальные могут подписаться на социальные сети проекта и ходить на игры. Приятно для спортсменов, когда их поддерживают зрители. Как относишься к квотам в инклюзивности в западном кинематографе? И есть ли какие-то перспективы в нашем? Мне не нравится западный тренд, когда есть какие-то разнарядки, сколько в фильмах должно быть там чернокожих, трансгендеров, инвалидов и так далее. Мне кажется, это глупо и неправильно. Но я бы хотел, чтобы людей с инвалидностью становилось больше в киноиндустрии, как минимум, чтобы персонажей с инвалидностью играли люди с инвалидностью. Если в кино есть персонаж-колясочник, то было бы здорово костинговать людей, которые реально передвигаются на коляске, на эту роль. Потому что любой здоровый человек может сесть в коляску и сыграть колясочника. Но никакой колясочник не сможет встать и сыграть здорового, ходячего на двух ногах человека. Поэтому это несправедливо во многом. И я всегда радуюсь, например, когда я натыкаюсь на такие примеры. Например, в сериале Breaking Bad сына Уолтера Уайта играет парень, у которого по-настоящему ДЦП. И это классно. Не то, что у него ДЦП, а то, что это не окривляющийся здоровый актер. Понятное дело, что сложно вообще найти столько людей с инвалидностью, с определенной какой-нибудь, какой нужно продюсером, да еще и провести с ними кастинг. Но с чего-то же нужно начинать. Вообще у нас есть институты искусств, которые выпускают людей с разной формой инвалидностью. И среди них есть актеры. Так что в целом можно поискать и найти. И это было бы правильно и круто. Как ковыряться в носу? Хороший вопрос. На самом деле это действительно важная часть жизни любого мужчины. Хорошенечко поковыряться в носу. К сожалению, не все протезы предоставляют такую возможность. В этом протезе, например, очень толстые пальцы в этом протезе. Ну, в принципе, просто это не засунуть в нос. Поэтому у меня есть вот такие протезы с тонкими пальцами длинными, которые отлично подходят под диаметр моих ноздрей. Нет ли страха размолотить все, когда чешутся яйца? Страх есть. На самом деле, friendly fire отключить нельзя. Я часто себя щипаю, часто себя бью протезами. Это действительно может быть опасно где-то чесаться и что-то сжать. Это возможно. Вот так я и живу. Опасность всегда следует за мною. Есть протезы для мастурбации? Не совсем понятно, что имеется в виду. Хотя, конечно, кого я обманываю, естественно, вопросы про мастурбацию, они самые популярные по классике. Ну, как ты дрочишь? Признайся, как ты дрочишь? Скажи мне, как ты дрочишь? Мне очень нужно знать. Ребят, если человек чего-то хочет, то нет никакой преграды, которая его остановит. Верьте в себя, верьте в свои силы, смейтесь в лицо всем преградам и трудностям, и у вас обязательно получится передернуть, даже если рук у вас нет. Надеюсь, я вас замотивировал. А уж как именно я это делаю, ну, профессионалы своих секретов не раскрывают. Что ж, на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, будет повод записать еще одно видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Берегите ваши ручки. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok